Собственник одной из квартир решил сделать себе отдельный вход. На это обратили внимание соседи. Все бы ничего, да этому дому без малого 200 лет. К проблеме подключились специалисты Воронежского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Поступила информация от граждан, которые интересуются историко-культурным наследием, обликом нашего города, о том, что на Сако и Ванцете 76 ведутся земляные работы. Когда мы подъехали к дому, известному как Дом кантонистов, мы обнаружили, что работы земляные уже закончились. Более того, уже ведется сооружение фундамента для пристройки к объекту культурного наследия. Дом кантонистов был построен в начале 19 века. Объект культурного наследия. Построен в стиле классицизм. Тогдашние первые хозяева дома не смогли содержать его и были вынуждены продать здание военному ведомству. После чего здесь открылась школа для кантонистов. Так называли детей низших военных чинов. Император Павел I в 1798 году издал указ о создании военно-сиротских учебных заведений. До провинции не сразу исполнение этого указа дошло к действию, но к началу уже 19 века в Воронеже уже были, при Воронежском гарнизонах, так называемые солдатские школы, которые потом, постепенно, через какой-то период стали называться школами кантонистов. Ремонтные работы начались в конце апреля этого года без разрешительных документов. Так как дом, объект культурного наследия, самовольно ремонтировать его нельзя. Реставрацию может провести только специализированная фирма, имеющая лицензию на проведение таких работ. Мы обратились в управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области и мэрию города с просьбой пресечь незаконные строительные работы и провести проверку по факту соблюдения, точнее, не соблюдения требований 73-го федерального закона об объектах культурного наследия. Штраф за подобное нарушение – 200 тысяч рублей. Собственник квартиры в доме кантонистов работы начал без какого-либо проекта и согласований с кем-либо. О том, что это надо было сделать, говорить не знал. Управление по охране объектов культурного наследия пока выписало ему предупреждение. Владелец квартиры работы прекратил. В этом году здание ждет капитальный ремонт. В октябре будет готов проект его реконструкции. Олеся Алисюк, Сергей Артемов, 41 канал.